После турнира прошло меньшей недели, а борец уже вышел на тренировочный ковер. И это несмотря на то, что конкуренция на турнире Ян Корнилау и Владислав Симон была высочайшая. Призеры мировых чемпионатов и олимпиад, мастера международники и многие другие. Попасть на такие соревнования не просто уж пробиться в призы и того сложнее. В румынском турнире принимали участие более 400 борцов разных стилей из 25 стран мира и 4 континентов. В весовой категории 74 килограмма, в которой выступал Евгений, боролась 11 спортсменов. И некоторые из них Лапшову были хорошо знакомы. На турнире как бы все сложилось удачно. Вытащил я удачный номер на взвешивании. Подождал, пока все звери вперед пройдут. Не торопился в этот раз. На следующий день первая схватка у меня была свободная. Вторая была с поляком. Я его выбрал 7-1. Такой крепкий парень был. Следующая схватка была за выход в финал с турком. Да, я чуть-чуть в руки тоже понимал. Высокий парень. Парень такой неудобный. Постоянно в атаку шел. Я тогда на контратаку его обыграл. Все, 10-0 я его выиграл. И вышел в финал. Ну а в финале нашего увольника ждал участник Олимпийских игр из Молдавии. Но соперник Евгений на этом турнире получил травму и продолжать борьбу за первое место не смог. В итоге золото. Перед этим турниром, когда мы готовились, как-то тренироваться неохота было летом отдыхать. И тут как-то само собой появились новые приемы. Легче бороться так. Я заметил терпение, когда терпишь, это все как-то по-другому идет. Мы будем совершенствовать, будем изучать, потому что каждый раз, каждый шаг в участии в соревнованиях получаешь опыт, мастерство и плюс приемы комбинационные хорошие. Чтобы выиграть соперник, мне только тут надо сила, ловкость, вносимость, еще плюс технические, тактические, вырамотно подходить. И за это дается только плюс победы. Победа на турнире позволила Евгению Лавшову претендовать на получение звания мастера спорта международного класса по вольной борьбе. К слову, такого высокого звания в Татарстане нет еще ни одного вольника. И это не только заслуга самого Лавшова, но и нынешнего тренера Ивана Крайнова, а также первого тренера Евгения, Олега Егорова, который в свое время смог заметить его среди десятков других ребят и развить в нем потенциал.